История первых российских бумажных денег начинается в 1769 году, когда императрица Екатерина приняла решение о выпуске ассигнации. Первые ассигнации были выпущены номиналом 25, 50, 75 и 100 рублей. Делали ассигнации преимущественно для помещиков и богачей. Однако через считанные месяцы ценные бумаги уже достались и простому люду. А как водится, где есть деньги, рядом ищи подделки. Народ очень быстро понял, что ассигнация в 25 рублей может легко стать 75-рублевой. Достаточно заменить одну цифру. После резкого роста фальшивок эту ассигнацию из обращения вывели. Такую историю можно услышать на выставке, посвященной российским денежным средствам. Организовал ее Центробанк. Можно ознакомиться с каждой банкнотой, узнать ее историю создания банкноты, какие-то интересные факты. На выставке вы можете познакомиться с денежными реформами, которые у нас проходили в стране. А рассказать есть что. Например, первые цветные деньги появились в России в 1787. Раскрасили их специально для крестьян. Пятирублевка была синяя, десятирублевка красная. Большими буквами даже надпись оставили. Кстати, говорят, что известное выражение «лучшая синица в руках, чем журавль в небе» имеет прямое отношение к этим купюрам. Мол, лучше пусть в руках синяя ассигнация будет, чем неизвестно какой доход. Наполеон имел такую практику со страной, с которой он воевал, возить эшелоны с поддельными деньгами, чтобы осуществлять подрыв экономики страны. Но деньги наполеоновские очень можно было легко отличить. Они были очень часто с ошибкой. Вот смотрите, в слове «ходячие монеты» буква «Д» заменена на букву «Л». А в 1895 году российские купюры стали и вовсе самыми защищенными. Иван Орлов изобрел так называемый овсетный способ печати, а также известную глубокую печать в виде гравировки. Плюс на купюрах стали появляться изображения правителей. Сменилось это с революции 1917-го. Тогда деньзнаки менялись так быстро, что народ и понять ничего не успевал. Были, например, такие керенки. Выпускали их целыми листами по 40 штук на каждом. Ножницами нарезали зарплату 40-рублевками, каждая по 5 на 8 сантиметров. Правда, ценились эти ассигнации так невысоко, что листами порой и печь растапливали, и вместо обоев клеили. Уже с 1919 года с денежными средствами стало лучше. И ситуация пошла на лад. Здесь история уже легко прослеживается до советских трехрублевок и современных соток. Бумажные деньги неоднократно меняли свой облик, а их оформлении, способах изготовления и защиты отражались технологические достижения и история страны. Выставка будет работать до 23 октября в городских рядах. Валерий Седов, Дмитрий Фимов. Телекомпания. Город.